Всем привет! Меня зовут Стася Грик и сегодня я расскажу вам, можно ли отказать клиенту в услуге и в каких случаях это возможно. Клиенту отказывать можно, но в крайних случаях, особенно если вы работаете в салоне. Обычно работодатель устанавливает правила поведения с клиентом и чаще всего ключевой фразой является «клиент всегда прав». Поэтому должны быть очень веские причины в отказе, потому как вам придется объясняться с руководством. В моей практике работы в салонах такого никогда не было, я никогда не отказывалась от работы, но был один случай, когда мне очень хотелось отказаться. Конечно, я вам его расскажу. Как-то раз ко мне привела мама свою дочь на депиляцию сахаром в голени. Девочке было лет 14. Я подумала, какая мама молодец, следит за своим ребенком и облегчает ей жизнь в дальнейшем. Мама осталась сидеть в холле, девочка сняла колготки и в платье легла на кушетку. Я быстро подготовила ее голени и начала работать. Буквально на первом отрыве сахара, когда запах от моих средств до депиляции рассеялся, я почувствовала жуткий запах, режущий глаза. Было такое ощущение, что ребенок не мылся неделю и не менял белье недели 2-3. Меня начало жутко тошнить. Я распахнула окно, активно еще раз оросила голени, спреем до депиляции, воспользовалась тальком с ментолом, но ничего не помогало. Я не знаю, как я сдержалась и доделала эти злосчастные голени. Может быть, потому что это были только голени и я быстро все сделала. Я ничего никому не сказала, но когда мама с девочкой ушли, то даже мои коллеги на ресепшене ощутили шлейф и посочувствовали мне. Вот в таких случаях вы имеете полное право отказать клиенту. Подобный случай был у меня и с работой на дому. Ко мне ходила хорошая девушка, но от нее был тошнотворный запах. Мне пришлось отказаться от работы с ней. Честно говоря, я так и не смогла ей сказать правду в лицо, потому что посчитала, что это не изменит ничего. Ведь этот запах невозможно не почувствовать. И если с ним живешь каждый день, то все устраивает. Поэтому бесполезно говорить что-то таким людям. Это потом еще может плохо сказаться и на вашей репутации. Только не путайте запахи. Если девушка пришла к вам после работы и утром была в душе, это совершенно другой запах. И он легко убирается влажной салфеткой или средством до депиляции. Но если такие запахи, источником происхождения которых являются какие-либо заболевания, грибки или несоблюдение правил гигиена. Создайте порядок правил для своих клиентов. И у вас не возникнет таких проблем. Второй отказ за мою практику был вовсе не из-за запахов. Девушка была патологической вружкой и безответственной. Она могла не прийти на запись, не предупредив. Могла опоздать на полчаса, придумывая различные обстоятельства. При том, что она сама тоже мастер красоты. После трех или четырех подобных выходок я отказала ей в услугах. Сказала я это ей прямо в лицо, без каких-либо волнений. Уважайте свое время и себя, чтобы ваши клиенты тоже уважительно относились к вам. За всю практику у меня было всего лишь два отказа, и я считаю это неплохим результатом. Все мои клиенты ответственные и понимающие люди. Кому не подходили мои правила, они просто не шли ко мне. Но поверьте, ответственных людей очень много. Ставьте планку, и у вас будут клиенты, соответствующие вашим пожеланиям. Но не перегибайте палку, есть исключения. И иногда тоже проявляйте понимание. У многих девушек есть дети, иногда люди болеют, иногда возникают непредвиденные обстоятельства. Если это ваш постоянный клиент, пойдите к нему на уступки, и он останется вашим. Все случаи индивидуальны, и нельзя вывести общую формулу. Работайте в комфорте для себя, но и не забывайте про комфорт для клиентов. Это все, что я хотела сегодня вам рассказать. В следующем видео я расскажу, как подготовить клиента к услуге, требования к клиенту. Всем спасибо за внимание. С вами была Стасия Горик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.